Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет весьма специфический ролик. Я расскажу про свой опыт рекламы своих же услуг. Возможно, это кому-то поможет, потому что в свое время я практически не находил подобной информации. И ближе к концу, наверное, будет некая такая реклама, если кому интересно, моего продукта, ну, совместного с моим товарищем. Опять-таки, по продвижению сайтов в инете. И опять же, хочу сказать, что это скорее будет интересно тому, кто тратит дохрена бабла на AdWords и Директ, и не получает никакого отклика, да, то есть сайт никак не бустится в поисковике. И в то же время, сразу хочу сказать, что изначально этот проект, он делался для своих и, по сути, под себя, вот, чтобы не тратить миллиарды, опять же, на рекламную кампанию. Но впоследствии так получилось, что он перерос в некий самостоятельный продукт, который как раз-таки мы сейчас думаем постепенно вводить на рынок и посмотреть, будет ли это пользоваться спросом. Здесь есть некоторые ограничения, то есть, во-первых, это будет работать только по московскому региону, вы должны это понимать, к сожалению, пока что только так. Второе, по деньгам, если кому интересно, это 50 тонн в месяц, и от двух до четырех недель ваш сайт просто-напросто перелазит на первую страницу поиска. Будь то сайт-визитка или еще что-то по вашим ключевым запросам. Тут никакой супермагии и прочего нету, просто есть, ну, условно, система, которую создали. Опять же, не буду раскрывать, как она работает, как она выглядит, потому что, ну, опять же, иначе многие захотят так же, слижут идею, сами понимаете. Пока что это вот в таком формате. Но я более чем уверен, такая тема будет неинтересна подавляющим большинству моих зрителей, она скорее будет интересна владельцам сервисов, опять же, в той же Москве, и которые тратят достаточно немалые деньги и не получают качественных лидов со своей рекламы. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Начнем с того, что моя практика, так скажем, мое знакомство с методами рекламы началось в далеком 2017 году. Сразу хочу сказать, что методы типа Авито, всяких там площадок объявлений и прочее я отмел сразу, потому что, ну, КПД у них около нулевой. Сами можете посмотреть, что в разделе услуги на том же Авито просто все засрано разными всякими тип предложениями, там, за еду, отриболивом видеочип и всякое такое. Соответственно, туда идти смысла нет. Что мы пользовали и что я на своей шкуре ощутил? Первое, начнем с самого, наверное, по возрастанию. Самое такое низкоуровневое, это расклейка объявлений и разброс всяких визиток по какому-то району или по какой-то там даже области. Сразу хочу сказать, что, опять же, вы должны улавливать контекст, что я нахожусь в Москве, в Московской области, по сути, и данные методы рекламы, по крайней мере, у меня либо сработали, либо не сработали в этой территории. Как это все может повести, скажем, там, в вашей деревне или в вашем, там, крупном городе, я не знаю. Может быть, действительно у вас, наоборот, будет геометрально противоположный опыт. Соответственно, как говорится, учитывайте это. Расклейка листовок, это та еще клоака, потому что, по факту, на рынке крайне мало контор, которые предлагают действительно качественно эту услугу. То есть, во-первых, не все, у всех есть, не у всех есть контроль всего этого дела. То есть, вот эти стандартные бегунки-курьеры, которые расклеивают это все дело, они могут, опять же, с легкостью просто-напросто кинуть это все в урну и, как бы сказать, все окей, все расклеил. Вот. Такое было, по крайней мере, у моих знакомых коллег, которые изначально мне это и посоветовали, что, типа, вот, попробуют, нормальная тема. Вот. Но потом так получилось, что они мне начали рассказывать про свои всякие вот эти вот штуки-дрюки, что вот так получалось, и что нужно обязательно контроль какой-то, что компания должна там фиксировать все и всякое такое. И при этом сразу хочу сказать, что качество лидов, именно, да, целевой аудитории, целевого клиента, который приходит по такой рекламе, она достаточно сомнительна. Почему? Потому что вы должны учитывать человек, который, ну, как-то воспринимает рекламу на остановках, на столбах и прочее, как правило, ну, не знаю, как это объяснить, но с весьма специфическими запросами. То есть, из разряда у меня тысяча рублей и почините мне ноутбук за 10 тысяч рублей или что-то типа того. Соответственно, качество именно продукции, которую вам на ремонт будет приносить, будет весьма и весьма сомнительной. По крайней мере, опять же, это ощутили мы с моим товарищем. Второй момент, что всевозможное раскидывание визиток. Это вообще, на самом деле, нерабочая, по крайней мере, в моей теме хрень получилась. Я в свое время раскидывал по своему же району, когда только начал работать сам на себя. Ровно ноль человек. Потом я еще в течение где-то двух недель наблюдал, как мои визитки по району валяются просто около мусорок, еще где-то. То есть, здесь, надо понимать, люди уже машинально все это дело, которое закидывается в почтовый ящик, выкидывают просто-напросто в мусорку, не думая. То есть, поймать там действительно какого-то качественного клиента очень сложно. Разумеется, стоит проговорить про сарафанное радио, но проблема сарафанного радио, в первую очередь, в том, что его надо нарабатывать. А без какого-то привлечения клиентов наработать его будет очень трудно и очень долго. Но, по сути своей, это один из лучших, наверное, рекламных каналов, которые, в принципе, существуют. Поэтому здесь его как-то супер-бупер не буду разбирать, потому что, наверное, из особенностей это высокое доверие и высокая какая-то лояльность клиента. Почему? Потому что вас рекомендует ему какой-то человек из его окружения, который у него находится в авторитете. Соответственно, изначально это человек, который как бы, ну, типа, не будет вам, там, долбить мозг, там, думать, что вы прям, там, мошенник или что-то типа того. Ну, так устроен этот бизнес. Плавно переходим из таких вот низкоуровневых, потому что другое что-то мы не пробовали. Но сразу хочу сказать, листовки и всякие визитки – это хлам. Хламный и, опять же, возможно, он сработает только в какой-то деревне, где небольшое количество населения. И там, в принципе, ну, как бы других вариантов-то особо-то и нет. Дальше переходим уже к такому более продвинутому уровню, когда вы созрели все-таки создать после того, как вы открыли какое-то предприятие, через год создать, наконец-таки, сайт-визитку, как это было в моем случае. Все началось с банальных конструкторов, типа, там, ЛП-мотора, по-моему, или типа того. Опять же, это не реклама ЛП-мотора, ЛП-мотор – хлам все равно. Ну, это, по крайней мере, на тот момент был. Мы смастерили с моим другом визитку на выкуп ноутбуков на сайт-визитку. И начали думать, так, нам надо рекламную кампанию запульнуть. Закинули мы туда, по-моему, для начала полтинник, который улетел у нас что-то, типа, за один день или около того. Суммарно было пролюблено на все эти эксперименты где-то, наверное, около полмиллиона или, ну, вот где-то в этих границах, по крайней мере. Вы должны понимать. Поэтому этот опыт нам обошелся достаточно дорого. Из проблем, с которыми мы столкнулись, разумеется, нужно, прежде чем что-то подобное делать, надо понимать, как этот рынок устроен. То есть конкуренция, скажем, в той же скупке ноутбуков, она достаточно высокая. Соответственно, если она высокая, значит, скорее всего, цена клика будет достаточно большой на ключевые запросы, которые самые-самые жирные. Типа, там, продать ноутбук в Москве или, там, продать ноутбук. То есть в нашей даже теме в один момент конкуренты начали, там, что-то выпендриваться. У нас цена клика, что вы, вот, поняли, доходила до пяти тысяч рублей на короткий промежуток времени, разумеется, там, что-то на дня два или три. Но был какой-то такой вот сезон, когда все начали вбухивать просто, там, миллионы в рекламу. И мы наблюдали просто как цена клика по среднему вот такому статистическому запросу продать ноутбук. Она реально, там, до четырех семиста, что ли, доходила. То есть это полнейший маразм был. Ну, вот, и понятное дело, что с нашими скромными объемами денег и продаж мы не могли просто вывозить это. Нам приходилось в эти моменты отрубать рекламу нахрен. Соответственно, первое, что если вы создали сайт-визитку, я тут, наверное, сейчас опущу подробности, что, чтобы создать сайт-визитку, тоже надо потратить времени, поизучать это все дело, потому что мы столкнулись с тем, что мы вроде бы сделали все красиво, дорого-богато, там, всякое такое. Но мониторе, как ведет себя человек на сайте, мы видели, что он его открывает, пролистлю где-то до середины и закрывает, и уходит все. То есть никуда больше не дожимая. Соответственно, мы очень долго ломали голову, что ж такое, как не так. Там, экспериментировали, переносили всевозможные блоки сайта вверх-вниз, там, меняли дизайн или еще что-то. И действительно, это целая такая психология, наверное, как заставить человека, по сути, да, можно так, совратить его на звонок вам, чтобы именно вам он принес технику. Но, опять же, сегодня немножко не про это. Соответственно, второй момент после сайта. Вам нужен грамотный рекламщик, который шарит за эту фигню. Я сразу хочу сказать, что самому можно попробовать, но это очень сложно. И ваш вот этот вот неудавшийся опыт вам встанет в копеечку. Соответственно, лучше заплатить кому-то, по крайней мере, это вот на своем примере я понял, чем пытаться там изобрести велосипед. Мы нашли спустя долгое время нормального рекламщика. Опять же, я опущу подробности, что поначалу, там, если вы будете искать их через Авито или еще где-то, это будут, скорее всего, школьники, которые просто по какому-нибудь гайду из интернета вам настраивают рекламную кампанию, которая сжирает весь ваш бюджет буквально там за неделю. Ну вот, поэтому это не вариант. Нашли мы среди наших знакомых грамотного чувака, который нам все объяснил, рассказал, что да как. На результате настроена была нормальная рекламная кампания по, опять же, там, ну, не самым жирным запросам, да, но таким, которые генерят лидов хотя бы. И мы начали тратить около, типа, там, 100 тысяч рублей, по-моему, поначалу в месяц или около того на все это вместе. С учетом его, разумеется, еще работы учитывайте. И получалась такая тема, что вроде бы неплохо. Вроде бы те же там ноутбуки шли, но, чтобы вы понимали, в сухом остатке сайт приносил, по сути, прибыли, да, вот именно вот эти лиды, чтобы окупать это все. То есть, условно, мы тратим 100 тысяч рублей на рекламу, приходят ноутбуков, которые мы выкупили на 100 тысяч рублей и продали, условно, их в два раза дороже, то есть, там, за 200 тысяч рублей все эти ноуты. Прибыль, вроде бы, как 100 тысяч рублей, но эти 100 тысяч рублей идут на покрытие рекламной кампании, то есть, мы просто работаем в ноль. Хотя, казалось бы, блин, ну, неплохо, неплохо, вроде бы. Вот, в результате долго, опять же, это где-то, наверное, в течение полугода длилось, чтобы вы понимали, постоянно эксперименты с этой рекламной кампанией, постоянно какие-то вот изменения, там, трафик оттуда, трафик отсюда, мониторинг всего, там, поведение на сайте, всякая вот эта анализа, огромная куча информации, просто чтобы к вам пошли гребаные клиенты. То есть, это был просто экстра гемор. При этом, при всем, опять же, было трудно конкурировать с чуваками, у которых реально, там, ну, типа, миллион, полтора миллиона рублей в месяц на рекламу, да, типа, вообще фигня. То есть, ну, и наши, там, сто тысяч скромные, конечно, они просто, там, мелькали где-то на фоне. Вот, но все-таки мы, как говорится, победили и начали более-менее каких-то лидов приводить. Потом, так получилось, как раз-таки, что с нашим товарищем все это мы начали, там, тоже делать, экспериментировать и поняли, что есть другой метод, но, опять же, о нем больше в конце. Следующий вариант, после сайта визитки вы доходите до того, что что-то как-то дорого, что-то как-то много геморроя, что-то как-то это все нестабильно, что, чтобы у вас пошли лиды, вам постоянно надо закидывать бабки, потому что, как только у вас на счету рекламном, там, ноль, то все забейте в течение одного-двух дней, у вас больше вообще звонков нету. Ну, короче, блин, печально это все. При этом, вот, таким образом, сайты продвигаются очень долго, то есть, именно естественным образом, да, когда вы рекламную кампанию какую-то делаете, так или иначе, на нее заходят, он в поисковике, там, с сотой страницы хотя бы на 99-ую переходит. Самый лучший вариант, который я уже неоднократно поднимал, это, по сути, контент-мейкерство. Почему? Высокий уровень доверия клиента, человек видит, как вы работаете, как вы вообще, там, за что-то, может быть, топите. Третье, ну, наверное, даже лучше второе. Человек может к вам пойти просто потому, что вы ему понравились. Это, как ни странно, такой тоже важный фактор, и я неоднократно это наблюдал, ну, многие, может быть, посчитают, что я многим не нравлюсь, но, так или иначе, большинство моих клиентов ко мне относится хорошо, и я, соответственно, пытаюсь им отвечать взаимностью. То есть, если вы не скрываете свое лицо, и я много раз про это говорил, что это бессмысленно абсолютно, то, что вы там говорящие руки или всякое такое, но это типа туфта на большинстве своем, если вы хотите привлечь клиента, потому что вы за счет того, что свое лицо не показываете, вы теряете очень большую такую вот клиентскую базу. Третье, еще один момент, что можно делать разноплановые видосы, соответственно, ну, у вас будут, будет разная целевая аудитория на разные вещи, типа там ноутбуки, телефоны, еще что-то, то есть, ни одну какую-то фигню гнуть. Третье, что вы тратите на это ровно ноль, то есть, вот ноль, вы не тратите бабла на подобную рекламу. При этом, при всем, если ваши ролики более-менее вменяемо начинают набирать, то вы еще и бабки получаете. Ну, там, в среднем, по моей статистике, чтобы у вас был уже более-менее адекватный какой-то клиентский состав, назовем его так, да, и поток, вам надо где-то, ну, там, по одному ролику в день фигачить хотя бы поначалу и иметь при этом, ну, в районе, там, от трех до пяти тысяч просмотров. Вот если вы в подобном ключе начинаете работать, просто хреначить, 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 в какой-то момент вы поймете, что у вас все больше и больше начинается просмотров, предыдущие ролики тоже набирать начинают чуть больше, соответственно, вы как вот паутину раскидываете и начинаете собирать клиентов, которые к вам обращаются. То есть, одни только плюсы. При этом, если у вас еще нормальный просмотр, то вы еще и бабла будете с этого поднимать. Там немного, вы не думайте, что на ютубе можно прям экстра какие-то золотые горы поднимать, но только какие-то хайповые, может быть, каналы, которые там больше ляма за каждый видос получают. Да, там, в принципе, можно очень нехило так жить. Ну, вот, в остальном же, типа, средний вот такой канал, как я сказал, да, там, ну, в пределах десяти тысяч, там, просмотров, ну, если ежедневно делать видосы, то, может быть, тысяч, там, каких-нибудь двадцать вы будете поднимать. Ну, это, опять же, в лучшем случае. Вот, но пока на сегодняшний день, с учетом затрат времени и эффективности, ютуб пока что, ну, как бы, во главе угла. То есть, лучшие я пока вариантов ютуба не вижу и не нашел. Всевозможные вторичные площадки мы не рассматриваем, да, как контент-мейкерство, там, типа, ютуб и прочее, потому что там, сами понимаете, ну, база людей крайне-крайне скудна. И вот мы плавно перетекаем к тому, что, вот, пройдя весь этот путь, да, мы, собственно, и пришли к второму методу, точнее, вот, первый, это самый жирный ютуб. Тут, как бы, если хотите нормальных клиентов, реально идите на ютуб, я много раз это говорил. Второй, если все-таки у вас сайт-визитка и вы тратите миллионы долларов на рекламную кампанию, тут, как раз-таки, вступает в работу наша вот эта система. Сразу, опять же, оговорюсь, никого тут не хочу разводить на бабки и прочее. Я тут, опять же, как и с тестерами, как и с корпусами, как и еще с чем-то, по сути, рекламирую свой продукт и отвечаю за него головой. Смысл в чем? Что условия, конечно, сейчас поначалу весьма специфичные, потому что, сами понимаете, продукт, по сути, был, опять же, предназначен для своих и начал выходить в свет, опять же, через знакомых, знакомых, как-то часто бывает, там, только последние, где-то, наверное, полгода, ну, даже, может быть, побольше. То есть, просто мы прорабатывали, как это будет работать вот именно на каких-то отстраненных темах. То есть, смысл в чем? Что ваш сайт, опять же, продвигается по каким-то целевым запросам, которые интересны, ну, там, условно, вашей целевой аудитории. При этом, при всем, эффективность данной рекламы показала себя с лучшей стороны, потому что от двух до четырех недель ваш сайт тупо на первую страницу перелазит, даже если он был на девяносто девятый. При условии, если у вас сайт не в каких-то вырвиглазных там тонах, я имею в виду, ну, который нормально сделан, по крайней мере. Вот. Да и даже если он хренов сделал, он все равно выйдет на первые места, но сам факт, что насколько качественно будет у вас именно целевая аудитория идти, потому что он может быть на первых страницах, но если сайт изначально сам говно, то, скорее всего, это может сказаться, учитывая этот фактор. Вот. Но от двух до четырех недель ваш сайт реально перелазит, и мы даже охренели, что там, ну, типа, первый запрос, второй запрос, там, третий запрос, то есть, ну, третий на странице. То есть достаточно-достаточно жирно. При этом эффективность достаточно длительно сохраняется, то есть там на протяжении, по-моему, нескольких месяцев он все равно у вас будет там где-то вот в первых рядах. То есть нет такого эффекта, как если вы там обращались к каким-нибудь бытоводам, что вы, типа, бустите таким образом сайт, потом, допустим, Яндекс это все дерьмо палит, и ваш сайт обратно отправляется на свое законное 99-е место в поиске. Вот. Поэтому сейчас это, скорее, такое вот предложение для тех, кто ищет варианты просто новые, потратить адекватные деньги и получить, ну, адекватный просто-напросто отклик. Да. Опять же, те, кто тратит бабло на рекламу в дворце Директе, я думаю, они прекрасно понимают сейчас, о чем я говорю. В данном случае ссылочка на моего товарища будет в описании. Его зовут Алексей. Собственно, можете переходить, если вдруг вам это интересно, по условиям и прочему. Опять же, от двух до четырех недель, 50 тысяч рублей, и смотрим на эффективность. Если вдруг по какой-то причине ваш сайт не выходит в топы, разумеется, и вы недовольны, то деньги вернутся. Тут не переживайте, тут опять же я являюсь, по сути, гарантом. Чтоб потом не оказалось, что, а, Витя каких-то мошенников прорекламил и всякое такое. Не, тут такой фигни нету. Скорее, мы сейчас перерастаем из стартапа в какое-то вот такое коммерческое предприятие, и хочется, во-первых, посмотреть в моей тематике, да, именно ремонтов, потому что изначально это хоть и планировалось для ремонтов, но это было тогда, да, потому что сайта, вы знаете, у меня сейчас нет очень давно. Вот это переросло в самостоятельный проект, и как раз-таки смотрим, потому что впоследствии, и самое главное, сейчас прощупываем почву, каким компаниям, за какие бабки это интересно. Потому что те, кто обратился, они теперь просто присосались, и многие, грубо говоря, там еще изначально все было еще дешевле, а они остаются на этих позициях, скажем так. Вот, поэтому вот как-то так. Опять же, вдаваться серьезно в подробности, как это работает, пока что не буду. Тут решать вам, да, попробовать или не попробовать. Потому что, опять же, если я сейчас все буду рассказывать подробно, то, скорее всего, идею слежут просто-напросто, и на этом все. Вот, поэтому вот такой короткий рекламный экскурс. Надеюсь, это кому-то поможет. Опять же, пишите, что вы по этому всему поводу думаете. Мне касательно даже рекламы. Потому что для меня пока что реклама подобных продуктов весьма-весьма, ну, незнакома. В плане того, потому что если в случае с тестерами и там корпусами я все прекрасно понимаю, то здесь именно такого программного рода продукт, который может многим, так скажем, показаться, да не фигня какая-то. Вот, но тут выбирать или не выбирать вам, я даже сейчас думаю, среди своих знакомых просто именно у кого сервисы есть, так как я с ними не конкурирую в плане именно сайтов. Предложить им, посмотрим, как раз таки можете. Я думаю, что вы все знаете прекрасно этих людей. Вот, посмотрим, стали ли их сайты там в течение следующего месяца условно на первых местах или нет. Я думаю, что это будет для многих гарантом. Как-то какие-то примеры здесь, к сожалению, если кто-то вдруг спрашивает, привести мы не можем, потому что если вдруг мы будем палить своих клиентов, вполне себе не исключен вариант, что какие-нибудь из поисковиков типа Яндекса могут, ну, каким-то образом это все дело спалить. И сами понимаете, это нахрен никому не нужно. Так что вот как-то так. Пишите. А на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok